МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Галина Пашетт, председатель Гомельской областной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин». Родилась в городе Гомеле, закончила экономический факультет Гомельского государственного университета и высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ в Москве. Трудовой путь начинала контролером, затем инженером на гомельском заводе «Эмаль-посуда». С 1981 года до 1993 года работала в комсомоле, далее в контролирующих органах. Более 13 лет возглавляла коллектив инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области. Избиралась депутатом областного совета. Является председателем Гомельской областной федерации бокса. Награждена почетными грамотами Совета министров Республики Беларусь, Министерства по налогам и сборам, область полкома и областного совета депутатов нагрудным знаком «Выдатник податковой службы». На вопросы, которые касаются деятельности Белорусского союза женщин, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 0232-340-043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер, номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Галина Михайловна. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер всем, кто нас слушает сегодня. Спасибо, что сегодня нашли время, чтобы прийти к нам. Цветы в нашей студии сегодня для вас. И для нас. Для нас всех. Я вас поздравляю с наступающим праздником. Скажите, пожалуйста, чего вы обычно ждете от этого дня, как вы любите его проводить? Ну, знаете, наверное, как и всякая женщина, я жду какого-то чуда, я жду какого-то праздника, я жду звонков, я жду цветов. Ну, конечно, к сожалению, столько суеты, как и всякая женщина испытывает в этот день. Начинаются звонки, там, подготовка, что-то надо приготовить, кого-то ждать, кого-то поздравить. Ну, в общем-то, как и у всех. Можете дать совет мужчинам, чего хочет женщина 8 марта? Ну, знаете что, не только 8 марта. Женщина вообще всегда много чего-то хочет, и это вполне понятно. Она хочет праздника, она хочет любви, она хочет, наверное, в первую очередь, внимания, понимания со стороны мужчины. Ну что ж, надеюсь, что все, кто сегодня вас слышит, нас слышат. Мы это будем всем сегодня желать. А областная организация Союза Женщин в этом году праздник отмечала необычно. В галерее Ващенко совместив его с выставкой под названием «Ах уж эти дамские штучки». Расскажите, пожалуйста, немного о ней, что вам из этих штучек особенно понравилось? Ну, вы знаете, как бы праздник еще только этим мероприятием, он только начался. Это была такая идея, такая концепция, она родилась давно у моих единомышленниц, у моих друзей, у очень известного нашего гомельского коллекционера Сергея Путилина. Как же вот мы поздравим наших женщин с праздником и, ну, приурочили, скажем так, все, в общем-то, звезды сошлись. И мы решили именно вот в этот день и поздравить с началом весны, хотя, конечно, погода такая не задалась, был снег, но мы решили, что мы такими нашими теплыми, жаркими женскими сердцами растопим тот лед и тот снег, который именно шел в этот день. И вот такая вот родилась концепция, ну, у нас была не только выставка, мы, и это было направлено, в первую очередь, наверное, на продвижение продукции наших производителей. В рамках этого мероприятия мы имели возможность общаться со всеми. У нас были представители самых разных сфер – здравоохранения, образования, бизнеса, сферы бытового обслуживания. То есть у нас там можно было и вылечиться, и получить совет, и поехать в какую-то туристическую путевку. То есть мы старались как бы объединить, вот консолидировать наши усилия и даже то, что мы вот продемонстрировали показ моделей фабрики 8 марта. То есть мы не просто посмотрели эту модель, а цель была такая – продвигать эту продукцию, посмотреть и рассказать, что у нас очень интересное предприятие, и это женские коллективы, которые вот это производят. Мы провели дегустацию продукции мелковита и тоже призываем всех покупать нашу продукцию. То есть у нас было такое очень позитивное такое общение. Перед нами выступали детки, у нас был концерт, нам исполняли песни, мы общались, мы все получили такой заряд энергии, который, знаете, ну, наверное, хватит до следующего 8 марта. Ну, а приглашение получили и наши корреспонденты, спасибо, зато сейчас у нас есть возможность посмотреть сюжет. Ах, уже эти дамские штучки. Продолжение следует... Результат совместной работы всех покорил уже одним своим названием. Ах уж эти дамские штучки, повторяли все приглашенные. Получился не просто прием в честь Международного женского дня, а настоящий импровизированный бал. Кто-то вырвался с планерок и коллеги, кто-то взял тайм-аут у детей, мужа, дресс-код, вечернее платье. Постарались соблюсти практически все гости. Еще больше ощутить себя участницами великосветского французского салона дамам помогла, конечно, экспозиция раритетных предметов, женских пудуаров. Живопись, гобелен, фарфор, многочисленные аксессуары. Этими вещами пользовались французские дамы 19 века. Гости примеряли на себя образы женщин далекой эпохи. Позировали перед фотоаппаратами, даже делали селфи. Дамские штучки захватывают и привлекают женщин во все времена. Благодаря этим милым дамским штучкам мы всегда вот такие красивые, интересные. Посмотрите, какие у нас красивые дамы. Все, кто это организовал, просто низкий поклон. И действительно, да, это место, где женщины вспоминают о том, что они женщины, и находят время, чтобы встретиться, чтобы вспомнить о том, что наконец пришла весна. Сумочки для бала, красивые головные уборы, веера, перчатки. Вещи с историей в сердце каждой участницы точно затронут струнки семейной памяти. Считает хендмейт гору Гомельщины, активная участница различных женских общественных движений, Лилия Калюжная. Куратор многих стартап-проектов для женщин, которые превратили свое хобби в небольшой бизнес, она точно знает, что тяга к воплощению прекрасного в вещах и предметах не подвластна ни возрасту, ни социальному положению, ни уровню достатка. Сегодня дамы посмотрят, придут вечерком и возьмут, наверное, что-то, какие-то перчаточки свои, подумают точно, у меня же где-то бабушкины есть, они же вот такие. Вот если к ним что-нибудь еще приделать, что-то такое современное, или как-то их подретушировать, то очень даже классно можно будет одеть куда-то на какое-то мероприятие. Выкроила время вдохновиться изящными вещами, красивой музыкой и общением еще одна активная участница Гомельской областной организации «Белорусский союз женщин» – врач Наталья Дмитриева. Она в свободное время вышивает картины. Работы представлены тут же в картинной галерее Ващенко. Главное желание, главное – хотеть это делать. То есть работа – это основное, конечно, но есть и в нерабочее время, когда хочется просто расслабиться. И вышивка – это одно из того, что меня очень сильно расслабляет. То есть кто-то читает, кто-то в компьютере сидит, то я стараюсь деть иголочку мне в руки и вышивать. От великосветского балла до современного приема в сопровождении прекрасной музыки. На прием поздравить известных дам региона пришли и уважаемые кавалеры. Самые лучшие пожелания успехов в работе, общественном движении и в личной жизни. И, конечно, настоящей весны в душе и за окном. Не каждый день, не каждый год руководителей увидеть в такой одежде, с такими прическами и в таких нарядах, вы поверьте, это дорогого стоит. И как рад, что именно мне выпала такая возможность сегодня представлять исполнительную власть на этом мероприятии. Гости вечера, ах уж эти дамские штучки, смогли одними из первых оценить и новые весенне-летние коллекции одежды известного гомельского швейного предприятия. Не обошлось также без розыгрышей призов и музыкальных поздравлений. Но главный подарок, который получили женщины от организаторов, это любимые дамские разговоры. Пообщавшись с коллегами, познакомившись с новыми активными участницами гомельского женского движения, обсудив успехи прекрасной половины гомельщины, в который раз убедились, современная женщина талантлива во всем. Современная женщина, она просто многорукая, многоголовая. У нее все на первом месте. Ей надо все успеть. Карьеру сделать, мужчине понравиться, быть любимой, родить детей, воспитать их такими людьми, за которых будет не стыдно. Вы смотрите «Диалог» председатель Гомельской областной организации Белорусского союза женщин Галина Пашет. Сегодня у нас в гостях. Галина Михайловна, такие прекрасные, такие разные. Героине каждой можно посвятить отдельную программу. Безусловно, я очень рада, что вот этот наш проект, который мы задумывали давно, он так успешно состоялся, именно в первый день весны. И мы, по сути дела, вам подарили подарок всем женщинам, которые посетят эту галерею. Я пользуюсь возможностью и приглашаю. Сходите, посмотрите. Действительно, это уникальные предметы. Может быть, еще пройдет сколько-то времени, мы и не сможем. Не будет такой возможности вот это все увидеть. Да, это большая ценность, что есть у нас люди, заинтересованные в сохранении предметов искусства для будущего, для своих способов. Ну, я очень рада, что у нас получилось такое сочетание и старины, и современности. Ну, женщины к этому как раз часто и стремятся сохранять традиции и что-то новое всегда изобретать. Насколько широк женсоюз в Гомельской области? Ну, вообще нашей организации больше 25 лет. В прошлом году уже исполнилось 26 лет. Мы организация наряду с многими другими общественными организациями. Такая же общественная организация, есть и другие организации, в том числе и женские. Ну, мы, наверное, самая многочисленная организация после профсоюзов. Вот, мы представлены во всех наших регионах. Структурные подразделения у нас есть в каждом районе. Возглавляются эти наши районные организации очень интересными личностями, харизматичными. Понимаете, даже если я вам просто начну перечислять фамилии, там, Филимончик, Мельникова, это все узнаваемые лица. Да, Лидия Михайловна, есть как раз вопрос у нас на нашем портале. Видимо, кто-то из телезрительниц уже хотел бы присоединиться. Кто может вступить в союз женщин? Как это можно сделать? Вы знаете, что у нас принцип работы такой по первичным организациям и по районам. То есть, ну, член состава надо определять именно в первичных организациях по месту своей работы, жительства. Вообще, к нам приходит очень много интересных идей. Понимаете, вот просто даже на любом мероприятии. Вот мне недавно было одно мероприятие, совершенно по другой тематике, там, социальная предпринимательство. Подошла ко мне женщина. Она говорит, вот да, я уже вырастила детей, у меня есть внуки, но я вот все-таки хочу себя еще в чем-то выразить. Я ей предложила, давайте проведем конкурс прабабушек. Но, наверное, конкурса не будет как такового, потому что, ну, уже прабабушки, они уже все победили. Все, что можно, они уже все выиграли. Ну, знаете, в процессе даже вот столько людей приходят и говорят, а мы вот хотим принять участие в чем-то. Мы хотим в чем-то поучаствовать. Мы абсолютно рады любой инициативе и все поддерживаем, что есть такое позитивное, креативное. Все, что можно вот... Женщины, они же сами по себе такие очень интересные, там, знаете, с такими идеями приходят, что вот то вышивание крестика, я, знаете, просто преклоняюсь, что вот человек занимает такую должность, и вот действительно такое хобби интересное, что даже можно выставку организовать. А талантливые люди, они, как правило, талантливые во многих вещах, как известно. Если человек успешен в профессиональной деятельности, наверняка еще что-то за ним есть. Скрытые таланты, да. Да, еще скрытые таланты. Давайте продолжим. Галина Михайловна, вы говорили о том, что цель работы Союза – это привлекать внимание к проблемам женщин. Мы узнали, спросили у гомельчанок о том, что их волнует. Давайте выслушаем, а затем обсудим. Внимание на экран. Мне кажется, что на теперешних современных молодых женщин очень сильно влияют соцсети и глянцевые журналы, где пишут совсем не то, что происходит в жизни с нами, понимаете, а все стараются соответствовать. Но, к сожалению, не все красавицы, не все метр девяносто и соответствующими параметрами, а все стремятся к этому. От этого депрессии. Она впрягается просто и ничего не видит, как танк прет вместо мужиков, вместо всех остальных. Все на себя. Так что, девушки, с 8 марта расслабляйтесь, отдыхайте. Мне кажется, что главная проблема – это то, что мужчины не всегда помогают. Может быть, нужно так, чтобы мужчины больше внимания оказывали нашим девушкам, чтобы помогали им все делать, чтобы девушка на себе все не везла, как говорится, не несла. Вроде у нас все нормально. На государственном все решено, мне так кажется, для женщин. Помочь, наверное, надо было бы с тем, что мы никуда еще не делись от насилия в семье. Понимаете? А, к сожалению, женщины, которые подвергаются домашнему насилию, не хотят выносить ссор из избы. Самая главная проблема, на мой взгляд, это то, что люди отдалились от Бога. Не только женщины, особенно женщины, но и мужчины все мы. Когда живешь в душе по божественным законам, тогда мир и гармония везде. И дома, и на работе, и просто с окружающими людьми, и с природой, и с животными, и с матушкой землей, со всем. А это утеряно. На данный момент самая большая проблема – это погода. Вы смотрите «Диалог». Программа посвящена наступающему дню женщин. Галина Михайловна, в белорусском обществе женщины избираются депутатами, руководят крупнейшими предприятиями. Как вы думаете, есть ли у нас барьеры, которые еще мешают женщине себя реализовать и быть успешной? Знаете, наверное, как таковых, барьеров-то их-то и нет. Было бы только желание. Знаете, я хочу присоединиться к участникам сюжета, о котором были сказаны. Каждая по-своему ведь права. Я могу только поблагодарить их за то, что они светили проблему, которая действительно есть в реальной жизни. Тоже пьянство, бездуховность, соцсети, воспитание детей. Ведь это на самом деле правда. И вот эти женщины, которые выступали, я вам очень благодарна, это вызовы, которые современности. И над этим тоже надо думать, и про то же насилие. Как этому противостоять? Ведь действительно, что получается, что терпят, терпят до тех пор, пока уже что-то такое трагическое не происходит. Галина Михайловна, в судьбе близких вам женщин, ваших подруг или родственниц была такая проблема? Ну, вы знаете, как бы непосредственно рядом я с этим не соприкасалась, но иногда сталкиваешься с тем, что кто-то просит совет. Как чего-то избежать, как вот предотвратить. Ведь у нас, собственно говоря, у нас государство, все организовано для того, чтобы защитить себя. У нас есть центры, куда можно женщина, вот кризисные центры, куда она может уйти от мужа, который избивает, и там может быть еще от какой-то ситуации, которая насилие в семье. Но вообще законодательством, плюс ко всему, у нас еще предусмотрено такое понятие, как защитное предписание, когда руководители органов внутренних дел предписывают, вот если просто говорить, там уже не будем проводить сегодня правовой семинар, предписывают мужу, образно говоря, который, ну, избивает жену, детей третирует, предписывают ему просто уйти на время, там до месяца. И это как бы этот период времени для того, чтобы как-то вот реабилитировать, выстроить отношения, там, ну, как бы подумать одному и второму. Ну, для этого нужно ситуацию придать огласке, а многие ведь просто боятся, да, что это станет известно. Понимаете, я всегда призываю наших женщин, чтобы они не терпели, чтобы они не молчали, потому что в государстве все выстроено, защита для этих женщин, это не просто защита женщин, ну, а как же дети? Надо же думать и о детях, в первую очередь. Да, и о том, что в семье, где есть насилие, конечно же, никакого счастья уже быть не может. Безусловно. И вряд ли дети будут счастливы. Да, и понимаете ведь, что получается, что мы детей потом воспитываем в чем, что и дети потом это трансформируют на свои семьи. И сколько мы знаем таких примеров. Ведь очень важно, какая семья и что дальше происходит. Потом этот ребенок тоже там мальчик, девочка получается или жертва, или тоже агрессора в своей уже в семье. Это страшно. Поэтому ваша такая миссия, ваша цель нашим гражданкам, да, напомнить, берегите себя, дорогие женщины. Конечно, благородная, ну и поддерживать друг друга, там, обращаться и к соседям, и к подругам, и в общественной организации. Общественные организации готовы поддержать союз женщин? Ну, безусловно, тем более, что, говорю, в государстве все создано для того, чтобы защитить женщину от домашнего насилия. Это настолько, понимаете, на сегодня это такая актуальная ситуация. Мы действительно не знаем, а что же происходит там в семье? В то время, когда мы, может, с вами сегодня так вот друг друга поздравляем цветами красивыми, кто-то, может быть, и действительно терпит это домашнее насилие. Терпеть не надо. Нужно заявлять, в этом году Белорусский Союз «Женщин» стал лауреатом премии за духовное возрождение. И это, конечно же, признание заслуг, признание авторитета организации. Скажите, пожалуйста, какие проекты, какие инициативы Гомельской областной организации вот вы считаете важными в общем вкладе, в общей работе Союза? Ну, для нас, для меня это тоже была оценкой нашего, в том числе труда, что мы получили вот такую награду на премию за духовное возрождение, именно наша общественная организация. И, безусловно, вклад и мы вносили. Знаете, у нас, если я буду вам рассказывать, это я могу очень долго рассказывать, с интересом очень много разных инициатив, предложений. Будто школа женского лидерства для, опять-таки, воспитания лидерских качеств, для различных каких-то приемов, для различных категорий женщин, будь то женщины из бизнеса, поддержка женского предпринимательства. Ну, понятно, что традиционно мы, скажем, такое большое направление, как благотворительность мы осуществляем. Но в прошлом году мы сделали такой упор именно на таких женщин, которые воспитывают детей инвалидов. Вообще на детей с особенностями в развитии, так скажем. Вот у нас традиционно мы вручаем портфели детям, которые идут в первый класс. Это вообще такая очень большая традиция в нашей стране. Но в этом году мы вручали именно портфели детям-инвалидам в советском районе. Мы перед Новым годом поехали в детский садик, тоже для слабослышащих детей. Вы знаете, ну, это особая атмосфера, понимаете. Ребенок тебе ничего не может сказать, но он тебе жестами говорит спасибо, это дорогого стоит. Мы были в садике для детей, которые плохо видят. Мы в День матери, мы осуществили, это уже такой очень интересный проект. Мы его назвали «Мама-ангел». У нас в областной больнице медицинской реабилитации для детей, которого всем привычное название «Живица», мы перед Днем матери привезли туда очень наших известных парикмахеров-стилистов, и которые делали прически, делали макияж, преображали женщин и матерей, которые находятся там на реабилитации с детьми-инвалидами. В то время, пока наши мастера их украшали, волонтеры из медицинского колледжа занимались их детьми. То есть, скажем, направление вот это благотворительное. Мы провели благотворительный концерт, пригласили сюда воспитанников музыкального центра имени Владимира Мулявина, именно воспитанники Светланы Адамовны Стаценко, нашей мазырянки, нашей мамы Ксении Ситник, нашей, значит, которая победительница была в Евровидении. И именно вот дети смогли чем-то впечатлиться, вдохновиться, что все возможно, когда маленькие артисты выступают. То есть, проектов столько, и вообще, если я буду говорить вам дальше о своих планах, мы сейчас выиграли международные проекты, и вообще всех призываю общественной организации к участию в международных проектах, именно обучение слабослышащих парикмахерскому искусству. Вот такой у нас проект. У нас будет проект, конкурс «Золотой подснежник». Мы в этом тоже участвуем. То есть мы участвуем везде. Ну, это тоже конкурс, который можно назвать визитной карточкой Гомельской областной организации, потому что уже на протяжении многих лет он реализуется. Мы не одни, конечно, там участвуем. Там, конечно, инициаторы, люди преданные этому. То есть могу назвать массу людей, которых к этому причастны. И год от года это все более яркое, все более значимое событие. Это уже международный конкурс. Я пользуюсь возможностью, вообще приглашаю всех гомельчан прийти, потому что у нас будут разрываться очень интересные призы. У нас будет очень интересное шоу известных мастеров из России. То есть шоу-причесок. Вы видели когда-нибудь шоу-причесок? Ну, это, наверное, интересное зрелище. Это очень интересное зрелище, поверьте. Это 24 марта. То есть это через две недели. Будет в городском центре культуры, и мы будем проводить такое мероприятие. Можно не стесняться, заходить прямо с улицы, за дороги, да, и любоваться красотой. Заходить, смотреть, буквально с 8 утра будут мастер-классы. Можем, да. Всех приглашаем. Ну, интересное мероприятие. Журналисты тоже никогда его не пропускают, потому что там есть что. Что посмотреть, потом что показать. Всех приглашаем, да. И партнеров, и спонсоров. Может, кто-то хочет заявиться в качестве рекламодателя. Тоже всех приглашаем, потому что, как вы сами понимаете, любое мероприятие, оно затратное. Разумеется, да. Особенно если хочешь, чтобы вы сделаете более зрелищно. Ваша информационная поддержка для нас тоже очень важна. Она будет обязательно. Это зрелище мы не пропускаем. Галина Михайловна, сила женщины, и одновременно ее слабость – это ее дети. И, на самом деле, вот как вы говорили, многим женщинам нужна поддержка, потому что их материнство сопряжено с трудностями. Это многодетные семьи, семьи, где воспитываются дети-инвалиды. Скажите, пожалуйста, сколько сегодня у нас многодетных семей? Вы ведь все их без внимания не оставляете, все их курируете, да? Вы знаете, вообще их в первую очередь не оставляет без нее они государство. У нас в Гомельской области около 16 тысяч семей, которые относятся к многодетным. Это трое и более детей. Вы знаете, конечно, когда ты слышишь там 8-7 детей, вот для нас с вами это, конечно, практически что-то… Фантастика. Фантастика, да. Но это реальная жизнь, понимаете. Женщина живет вот этими своими детьми. Я просто преклоняюсь. Вот часто очень сталкиваюсь на мероприятиях, на поздравлениях, особенно в честь Дня Матери, когда женщина родила там 8 детей, 7. Вы представляете, это же просто подвиг. Да. И с этим никто не будет спорить. А сколько матерей героинь у нас в регионе? И у нас матерям, которым присвоено звание мать-героиня, у нас 1373 таких женщины, которые вручаются. Вот сегодня глава государства вручал тоже такие награды в Минске, в том числе и нашим женщинам. Очень хороший признак, мне кажется, нашего современного общества, его благополучия, то, что многодетность уже не ассоциируется с бедностью и с низким социальным статусом. Но есть… Но есть возможность, конечно, в бизнесе себя проявить. Да, но есть все-таки дети, которым посложнее приходится в начале их жизненного пути, вот именно в старте. Скажите, пожалуйста, Белорусский союз женщин, как стремиться помогать детям, которые в тяжелой жизненной ситуации растут, как их жизнь, их судьбу держать на контроле? Есть ли такие истории? Вы знаете, я вот вспоминаю, когда мы в августе месяце были в самой крайней точке нашей Гумельской области, в Житковском районе. Там дом семейного типа и агроусадьба, Полесье. Знаете, я уже не помню название этой деревни, но семья, у которой свои дети, плюс еще приемные дети. И вот знаете, что вот такой вот небольшой бизнес, агроусадьба. Ведь это тоже, наверное, правильно, вот когда, вот скажем так, такая форма, такая концепция. Конечно, мы стараемся поддерживать и многодетные семьи самыми там разными формами, методами, там, именно тех женщин, которые воспитывают детей, поощрять, там, отмечать, там, поздравлять их с праздниками, там, у кого дети идут в первый класс, там, вручать портфели. Пло до того, что, знаете, я была депутатом в Реческом районе, и у меня вообще была такая традиция, мы всегда ездили в многодетные семьи, которые вот, у которых есть дети, которые идут в первый класс, и всегда вручали им портфели. Поверьте, это дети, ну, это такие интересные дети, знаете, сколько у них было радости и счастья, когда ты им вручишь этот портфель, тем более, что, ну, вы сами понимаете, это не такие сверхобеспеченные какие-то семьи. Конечно, радость. Вот эта благодарность, вот эти улыбки этих детей, они дорогого стоят. Она греет душу, и радость ребенка делает тебя самого богаче. Нас радуют, уважаемые телезрители, ваши поздравления, которые уже приходят на наш портал. Спасибо большое, Мария. Стикер поздравления с 8 марта. Не могу вам, к сожалению, всем показать. А мужчины нас будут сегодня поздравлять? Мужчины пока скромничают, мужчины нас тоже поздравляют в Вайбере. Понимаете, вот так всегда. Мужчины неактивные. Пусть вас окружают вниманием не только в этот день, но и у круглый год. Пусть вас любят, ценят, поддерживают и окружают нежностью, добротой ваши близкие люди. Руслан адресовал нам с вами и всем нашим зрительницам такое поздравление. Пожалуйста, будьте активнее. Мы ждем, присоединяйтесь к нашему диалогу. Галина Михайловна, кстати, вот об активности мужчин, о роли отца. Я знаю, что Белорусский Союз Женщин и с этой инициативой тоже выступает, чтобы, например, учредить День Отца или как-то эту позицию социальную, которая так достаточно бывает непрочной в отдельных случаях, ее немножко укрепить и усилить. Ваше мнение по этому поводу? Вы знаете, вот наряду с конкурсом Женщина Года, который проводится в нашей республике, который Белорусский Союз Женщин проводит, он уже проводит и конкурс среди мужчин под отцовским крылом, когда номинируется на звание лучшего именно мужчины. Конечно, очень многое идет от семьи, идет от воспитания, от того, что этому мальчику прививали. Конечно, это большое дело, когда есть надежное мужское плечо рядом. У нас в Гомеле есть тоже очень хорошие примеры, скажем, формы работы как таковой. Второй, это инициатива такого известного у нас Сергея Бычкова, это папа-зал, папа-школа, когда мужчины собираются вместе, смотрят детей, а женщины в это время, то есть дают возможность женщинам что-то сделать, что-то как-то отдохнуть, и в это время они общаются. То есть это, знаете, вот я была на таком мероприятии, но это настолько интересно, это настолько зрелищно, когда одни папы, нет практически ни одной женщины и масса детей. Поэтому, конечно, роль отца, вообще семья – это ценность. Это ничто не заменит полноценную хорошую семью. И с этим, конечно же, невозможно не согласиться. Галина Михайловна, у нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Пожалуйста, говорите. Алло. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер, Галина. Вы знаете, с огромным удовольствием слушаю сегодня эфир. Вообще поклонник Гомельского областного телевидения, особенно программы «Диалог Гомель». Спасибо. И вот, вы знаете, с огромным удовольствием слушаю сегодня вашу беседу. И не могу не включиться, конечно, в диалог, в разговор. Я хочу сказать огромные слова признательности и благодарности от имени всех председателей районных организаций «Белорусский союз женщин» Галине Михайловне Пашет, который занимается на общественных началах огромной работой. Сколько проектов. Конечно, эфир не позволяет сегодня рассказать обо всем, сколько делается, какая огромная работа делает сегодня в Гомельской области. Но хочу сказать спасибо вам огромное. Наверное, не только как от руководителей общественных организаций «Белорусского союза женщин», а от всех женщин, которые с вами сотрудничают. И, конечно, пользуясь случаем этого эфира, хочу поздравить всех, Ольга и вас, Галина и вас, и всех женщин Гомельской области с наступающим праздником. Дай Бог вам здоровья, терпения и удачи. А вам, Галина Михайловна, продолжать трудиться на поприще общественной деятельности. У вас много сил, энергии. И пусть Господь вам это помогает. Спасибо вам огромное. Удачи, девчонки. Спасибо большое за звонок, за то, что вы нашли такие слова. Спасибо, с праздником вас. Наверное, очень важно, когда оценивают то, что ты делаешь, и людям не безразлично, и ты понимаешь, что в обществе это востребовано. Да, может быть, не так ярко это видно, не с первого взгляда заметно, но возможность кому-то подарить тепло хотя бы один день. Поддержать. Да, поддержать, сделать приятнее, легче. Это же, в общем-то, это важно. Это и есть наша женская миссия, да, в каком-то степени. Хотела бы поговорить о конкурсе «Женщина года», который каждый год проходит и состоится вот уже на следующей неделе. Это конкурсы республиканские, вот, уже этому конкурсу в этом году исполняется 10 лет. Юбилейный. Юбилейный, да. И знаете, что вот особенностью этого конкурса вот является? Вообще было, через этот конкурс прошло масса интересных личностей, понимаете? И я вам скажу так, даже те женщины, которые были победителем этого конкурса, у них как-то жизнь дальше менялась, понимаете? Это, ну, настолько, вот, я просто вспоминаю, вот, много лет назад у нас была Татьяна Алексеевна Струг с такого очень известного хозяйства, руководителя хозяйства ОТР. Она в дальнейшем, ее заметили, она была сенатором. У нас в прошлом году номинировалась Ольга Луцко, это директора Туровского молочного комбината. В этом году она уже была избрана депутатом областного совета. У нас была номинирована, в прошлом году была руководитель, выиграла этот конкурс Мазенина Таталья Ивановна. Галина Владимировна Мельникова, Сожлобина, которая возглавляет нашу организацию в Жлобинском районе. Она тоже после, может быть, это так, может, это так совпало, но получается так, что победа в этом конкурсе дает определенный старт женщинам. Вообще, конечно, ну, личности очень известные, харизматичные. Вот, в прошлом году у нас была мама Маши Мамашук. Скажем, Маша не могла участвовать уже непосредственно, поэтому награду получала мама Маши Мамашук. Мама достойна награды, не меньше, чем Маша. Да, то есть мы, вы знаете, что мы, во-первых, стараемся никого не забывать, а чтобы общество говорило спасибо за те заслуги, которые, за те жертвы, за ту работу, которую женщина проводит. В этом году тоже везете на конкурс номинанты? Конечно, но это же пока секрет, поэтому... Да, не будем секрет раскрывать, в свое время все расскажем. Уже когда все состоится, покажем по телевидению, вернее, вы покажете. Мы расскажем, да. Нужно только отметить, наверное, что номинации у конкурса множество для того, чтобы... Там разная номинация за возрождение села, за воспитание детей, женщины в науке, спасение жизни, то есть женщины, которые у нас именно в сфере здравоохранения внесли значительный вклад. А как проходит отбор номинантов, Галина Михайловна? Как вы замечаете, потом, наверное, подаете данные, да, в республику, о том, что у нас есть люди достойные? Да, наши районные организации дают свои предложения, то есть мы сначала им информируем, их информируем, что вот есть такой конкурс, пожалуйста, там, думайте сами, ищем этих людей. А потом и вы нам тоже помогаете, вы ведь раскрываете постоянно какие-то новые лица, личности. Благодаря следствию массовой информации мы тоже находим таких интересных женщин. То есть любая женщина, успешная в своей деятельности, может претендовать... Претендовать, конечно. На то, чтобы стать женщиной года и... Да, да. Женщина, которая воспитала детей, которые добились каких-то особых заслуг перед Родиной, то же самое, да. Вот это преимущество такое женское, что есть множество сфер, где можно себя реализовать и быть счастливой не только на должности, но и просто мамой. Продвигаем, замечаем и просто говорим спасибо. Это очень всем нам нужно в такой, в нашей, в обычной суете, где заняты мы множеством дел и где редко что-то теплое, хорошее услышишь, особенно без праздничного повода. Родина, скажите, пожалуйста, еще одно направление вашей деятельности. Знаю, что вы его для себя немножко выделяете, потому что вам близко, ввиду бывшей профессиональной вашей деятельности, это женское предпринимательство. Близко, понятно, и здесь у вас опыт, как ни у кого другого, и вы многое можете научить. Расскажите, пожалуйста, какие проекты в этой сфере вы инициируете? В прошлом году мы начали активно заниматься, скажем, международной деятельностью. Мы несколько раз были в России, мы были на конференции по формированию католического образа мышления в Курске. Мы были на шестом среднерусском экономическом форуме, тоже в Курске, с повесткой дня «Цифровое пространство в современной экономике». Мы были в Санкт-Петербурге на женской конференции, со взятым визитом у нас была курская делегация, приезжала к нам. Но, наверное, скажем, вот это направление поддержки предпринимательства, оно родилось из общения вот со своими коллегами, из таким международным сотрудничеством, потому что это такая практика по всему миру. У нас неплохие контакты налажены с Латвийской ассоциацией деловых женщин. И, скажем, ну вот направление поддержки предпринимательства, менторства, то есть когда более опытный помогает менее опытному. Мы провели заседание нашего правления по предпринимательству с участием и органов власти, и объединение единства, а Инна Кустова входит в наш президент уже не первый год. Чтобы, понятно, это общественная организация, мы и все можем сделать. Ну, наверное, вот в унисон из того, что мы обсуждали еще в начале года, и нормативные документы, там, декрет номер 7, можно там, знаете, что-то там рассуждать, но все равно это движение вперед. И различные мероприятия с банками, там, мы участвовали в проекте «Успешно я», «Успешно я». И вот интересные проекты, которые мы поддержали, Лилия Калюжной, «Своя поличка», мы тоже это освещали, когда на какой-то небольшой территории мы объединили усилия женщин-ремесленников. И в дальнейшем я тоже думаю, что мы будем вот это направление, может быть, как-то больше пойдем у меня в планах работы больше в интернете, может быть, пригласить тренеров, там, экспертов, которые бы помогали осуществить женщинам бизнес в интернете, что сейчас, в общем-то, актуально и современно. То есть эту тему женщинам бизнеса мы не собираемся прекращать. Вообще идея еще такая, что создать организацию отдельно, женщины в бизнесе. У нас даже есть претендент, кто ее возглавит, это Галина Коскевич, которая сегодня тоже очень активно участвовала там. Галина Михайловна, деловая женщина, ею нужно родиться или это какой-то опыт, какие-то навыки, которые можно приобрести в жизни, независимо от изначальных своих данных? Как вы думаете? Можно всему научиться. И там, понимаете, ну, деловая, она не деловая, тут, наверное, как бы, может быть, по-другому будем ее характеризовать. Характеризовать это... Всему можно научиться, и обучаться надо вообще всю свою жизнь. Я участвовала в проекте, выиграла такой проект «Учиться, чтобы действовать». И вот это участие в этом проекте дало мне очень много новых компетенций, я очень много чему научилась. И вообще всех призываю, я активный такой сторонник такой идеи учиться на протяжении всей своей жизни. Обучаться, учиться. Очень сожалею о том, что надо было учить и язык, и сейчас приходится это все наверстывать. Надо всему учиться, всему можно обучиться. Спасибо большое за такой посыл. Он, на самом деле, вдохновляющий. Галина Михайловна, собрались мы... Будем учиться. Будем учиться каждый день. Действовать, да. И действовать в том числе. Галина Михайловна, что бы вы хотели сегодня, в преддверии праздника, нашим телезрительницам всем пожелать? Ну, Олечка, в первую очередь я вас хочу тоже поздравить с этим праздником. Наверное, ничего не случайного не бывает. Хорошо, что мы собрались, правда, но мужчин у нас нет. Но мы вдвоем с вами в студии. Они есть, но их просто не видно телезрителям. Они обеспечивают нашу, да, эфир наш. Счастье, здоровье. Хочу, чтобы быстрее растаял этот снег, чтобы уже наступила весна. Да, была радость. Всем хороших детей, всем хорошего здоровья. Всего самого-самого доброго. Больше объединения, такой консолидации. Меньше разговоров и больше действовать. Спасибо огромное за сегодняшний такой мотивирующий диалог. Председатель Гомельской областной организации Белорусского союза женщин Галина Пашет. Сегодня была у нас в гостях. Хороших вам всем праздничных выходных. И до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова